Сейчас реактор закрыт саркофагом. А тогда трагической ночью с 25 на 26 апреля 1986 года на 4-м блоке атомной электростанции произошла авария с разрушением активной зоны реактора. Одними из первых вслед за пожарными в битву с ядерной стихией вступили военные лётчики. Вертолётчик Можно сказать, в мире необычная она была. Поэтому экипажам вертолётов пришлось приложить немало усилий, смекалки, творчества. Личный состав теоретически всё вроде знал, но практически никогда с этим белым не сталкивался. При этом я тебя слухаю, что в жизни нужно взять секретарь, пока. Пока. Когда мы сели в город, нас встретил генерал Антошкин. Сразу нам поставили задачу быстрее закидать реактор. Мы выбрали ближайшую площадку. Из той площадки начали возить в мешках песок. Прибор зашкаливал. Высота трубы 150 метров. Вентиляционный. Учитывая высокий уровень радиации, высокую температуру, приняли решение сбрасывать 200 метров. Я открыл входную дверь и убедился в том, что мы на боевом курсе и реактор в непосредственной близости от нас. Лётчик-штурман даёт мне команду сброс. Я вручную выбрасываю груз с кабины и сразу же смотрю, куда летят мешки с песком. Попадания практически стопроцентные были. Но нас производительность не удовлетворяла. Кто-то из экипажа предложил, чтобы увеличить производительность труда, на доски ложить 5 мешков. Всего загружался вертолёт 10 мешков. И мне только оставалось поднять эту доску, и все эти мешки попадали уже в грязь. И с каждым разом эта огненная масса уменьшалась. Затем, когда вертолёт заходил на второй круг, экипаж опять на тот конец доски укладывал ещё 5 мешков. И опять, значит, подъёмом доски сбрасывали все эти 5 мешков. Сначала начали сбрасывать с помощью кустарным. А потом экипажи придумали, доработали вертолёты до максимального веса. И стали Ми-8, Ми-6, Ми-26 у нас сбрасывать максимальный груз. Здесь и внешняя система подвеска была доработана. Подъезжала машина, зависали прямо над машиной, забирали с неё груз. И тут же летели на реактор. Сброс, заход, сброс, заход. В день мы сделали 20 заходов. На боевом курсе находилось до 20-30 машин одновременно. Мне пришлось 28 по 30 апреля сидеть вблизи реактора и руководить непосредственно сбросом грузов в кратер. Но то, что я увидел 30 апреля этого года в Припяти, когда заменил на крыши гостиницы «Припять» полковника Нестерова Бориса Александровича, это поражало своей гандиозностью. Большое количество вертолётов выполняло заход на сброс грузов. Грузы для того, чтобы закрыть аварийный реактор. Прямо надо сказать, что мысль была одна. Как быстрее, прочнее закупорить, положить пробку на этот реактор, чтобы к нему могли подойти наземные службы. Сама отверженность, мужество, высокий профессионализм авиаторов позволили начать борьбу за возрождение к жизни повреждённой атомной электростанции. С каждым днём возникали неожиданные проблемы. Ставились всё новые задачи. Срочная переброска грузов в район станции, проведение забора воздуха и постоянная радиационная разведка, аэрофотосъёмка аварийного реактора и всей зоны. Только авиацией было под силу в короткие сроки обработать большие площади специальными растворами. Записываем. Израсходованы жидкости 90 тонн. Кубок-3 выполнено полётом Ми-26-1-5 полива. После полива радиоактивная пыль связывается плёнкой и меньше переносится ветром. Отрываем груз и выполняем полёт левым кругом на земле 300 метров на площадку, имитирующую реакцию. Задача оператора. После того, как стурман наведён, как раздал на этом площадке. Готовых решений не было. В ходе работ авиаторами выполнялись специальные задания учёных. Уникальные полёты, выверенные до сантиметра. Чтобы дать науке объективную картину происходящего в ядерном очаге, вертолётчики устанавливали контейнеры с датчиками прямо в реактор. Доставляли в самые опасные места роботов и с ювелирной точностью снимали их с крыши атомной станции. Одну из неприятных минуты в психологическом отношении это было в момент установки пятого робота на крышу реактора. Вернее, в момент снятия шестого робота. Да, когда мы пятый робот поставили, а шестой робот должны были подцепить и снять. Отказ замка, подцепки и несработанность нижнего экипажа внизу работающих людей заставило нас в течение 12 минут висеть в зоне повышенной активности радиоизлучения. Ну, закончилось благополучно. Да. Мы успели зацепить мы его и благополучно перенесли вниз для дальнейшей обработки и работы с ним. Летчики, ведь они выполняют задания над реактором в зоне радиоактивной, мощности радиоактивной. Знают, на что идут. Но выполняют ювелирную работу с высочайшим качеством. Многие летчики прибыли после боевых действий в организме. Ликвидация последствий аварии продолжается. Ведется дезактивация окружающей территории. Идет восстановление третьего блока. Но главный итог уже есть. Станция дала первый ток. Станция снова начала жить. Военные авиаторы возвращаются к своей обычной работе. Субтитры создавал DimaTorzok